всем привет лето прошло свежие овощи с огорода уже закончились но мы их накрутили конечно заготовили на зиму и вот сейчас хочу показать как я по-быстрому готовлю борщ если нет времени особенно подходит этот рецепт для людей которые работают очень поздно приходит домой это самое то буду использовать аджику закрывала вор всегда добавляю аджику для чуть-чуть остринки это резаная капуста в томатном соке это уже готовая пережарка для борща сюда входит морковь лук свекла и перец болгарский и конечно же томатный сок картофель я добавляю еще чеснок ну и конечно же сюда еще пойдет замороженная петрушка у меня и замороженный укроп и начинаем готовить единственное заранее подготавливается только бульон я его варю обязательно на кости в данном случае это говядина с косточкой варю на второй воде то есть первый раз вода с мясом закипает я ее сливаю промываю кусок мяса заливая чистой водой вот на этом и варю борщ затем очень удобно это делать утром я ставлю вариться выставляю таймер на два с половиной часа и по приходу домой вечером бульон уже готов поэтому это тоже вечером у вас не будет занимать время единственное я уже здесь мясо разобрала кость вытащила вот осталось только мясо я всегда разбираю мясо и просто высыпаем картофель и он варится пока картофель варится нужно сделать пережарку я добавляю пережаренные овощи как я уже сказалось сюда входит морковь лук перец и свекла над тем добавляю ложку аджики можно 2 она у меня не острая я даже добавлю 3 и томатный сок сок у меня очень густой поэтому здесь воды минимум все и это я даю слегка протушиться масло я ничего не добавляю потому что в этой пережарки где у меня в банке пережаренные овощи уже входит масло растительное поэтому дополнительное масло сюда лить не нужно я обязательно смешивая вот эти все весь состав я про протушиваю обязательно чтобы овощи соединились между собой тем более в конце я еще буду добавлять сюда чесночок в самом так не забудьте посолить бульон обязательно здесь уже по вкусу пережарка буквально прокипела минуты 3-4 я добавляю чеснок свежий чеснок нужно как и мелко порезать так и давить через пресс не любите чеснок конечно не добавляйте но я в конце пережарку всегда добавлять чеснок это какой-то придает такой вкус борщу мне нравится добавляем чуть-чуть острого перца совсем чуть-чуть даем скипнуть еще 5-10 секунд и все и выключаем и пережарка уже готова 10 минут и картофель готов теперь добавляем капусту я ее готовила и шинковала и в томатном соке закрывала еще хотела сказать что все закрутки которые сейчас я использую 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 в приготовлении борща они закрыты все без уксуса поэтому уксуса здесь не грамма капусты добавляю я смотрю по густоте мы не любим сильно жидкие и не так чтобы ложка стояла чтобы была средняя густота чтобы не одну воду пить у меня сейчас здесь вся капуста и ушла все отлично делаем газ побольше пускай быстрее закипит капуста в бульоне прокипела примерно с минуты долго не даю кипеть потому что она в принципе готова теперь добавляем пережарку даем закипеть борщ закипел и теперь в конце добавляем небольшой секрет это примерно столовую ложку сливочного масла очень получается вкусно если кто-то не добавлял сливочное масло в борщ в конце варки попробуйте сделайте это борщ получается великолепно вкусным и ароматным я не знаю как масло действует на борщ но это так добавляем зелень я добавляю сегодня мороженую зелень почему потому что я не съездила в деревню и не сорвала свежий зелень еще растет добавляю петрушку и добавляю укроп всегда мне нравится теперь я даю слегка прокипеть совсем немножко чтобы зелень тоже скипела вместе с борщом и борщ готов на приготовление этого борща у меня ушло максимум 20 минут обязательно борщу даю минут десять потомиться на плите и уже можно кушать а я хочу сказать что не зря мы выращиваем овощи на своем огороде и их употребляем не только летом но у нас еще есть возможность их законсервировать и приготовить например сытный ароматный очень вкусный борщ со своих же овощей и зелени а я вам желаю приятного аппетита заходите ко мне на канал всем пока а